АвтоВАЗ похвастался модернизацией линии B0, с которой сейчас ходят Рено Логан и Сандера, а также Лады Ларгус и X-Ray. Притом корпоративное телевидение честно подчеркнуло, обновление конвейера потребовалось, чтобы успешно осуществлять запуск новых, в том числе международных проектов. Эту несколько казённую фразу можно перефразировать так. Для запуска новых Логана и Сандера нужны другие решения. В цеху улучшили логистику, повысили автоматизацию и, как следствие, уровень безопасности сотрудников. Скажем, бамперы и сидения теперь не складируются вдоль конвейера, а точно вовремя подвозятся специальными роботизированными тележками. В итоге оператор получает компоненты ровно тогда, когда они ему нужны. Правда, о самом важном вазовцы предусмотрительно умолчали. Те самые Логан и Сандера третьего поколения уже встали на конвейер. Из заводских ворот сейчас выходят предсерийные машины, что сразу же отправляются на испытания. Фаза тестов продлится около полугода, так что оценить товарные экземпляры покупатели смогут только следующим летом. В серию одновременно пойдут седан и хэтчбэк, а также внедорожные исполнения Stepway. Сейчас на упомянутой линии B0 собирают максимально упакованные машины. Им полагается атмосферник 1.6 отдачей 113 сил, с которым могут сочетаться вариатор или шестиступенчатая механика. В топовую версию войдут светодиодная оптика, цифровые приборы, продвинутая медиасистема и обивка салона эко-кожей. Также новинки приобретут подрулевые лепестки и систему выбора режимов движения. А вот какими будут простые и средние комплектации, станет известно позже, когда их начнут собирать на вазовском конвейере. Однако слухи, будто модели примерят 150-сильный турбомотор, видимо оказались сильно преувеличенными. Кстати, эту новость мы проиллюстрировали европейскими дачьями. Вот только если верить сообществу Автоград Ньюс во Вконтакте, к нам прибудет собственный вариант дизайна с модным двухэтажным расположением оптики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА